Доброе утро! В эфире 12-го канала новости. В студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Отходы превратят в доходы. В Омске разрабатывают программу экологичной утилизации золы, которые образуются на городских ТЭЦ. Нанял киллера для жены. Омские силовики предотвратили заказное убийство. Снежный десант высадился в районах области. Покажем, как студенты помогают ветеранам и школьникам. Кому удастся прервать серию поражений? Авангард сегодня сразится с московским ЦСКА. Оценим расстановку сил на игру. В Омске сегодня ожидают заместителя председателя Совета безопасности страны. Дмитрий Медведев прибудет в наш город с рабочим визитом. Несмотря на массу публикаций и предположений в местных СМИ, официальная программа пребывания зампреда Совбеза не разглашается. Все подробности будут известны чуть позже. О них мы расскажем в следующих выпусках новостей. Напомню, что в последний раз Дмитрий Медведев приезжал в Омск в 2017 году на культурный форум. Тогда, будучи премьер-министром страны, он побывал в Воскресенском соборе и Омской крепости. В Омске разработают программу утилизации золошлаковых отходов, которых только в нашем регионе накопилось больше 85 миллионов тонн. По поручению губернатора займется этим вопросом межведомственная комиссия. В нее, помимо глав областных министерств, вошли представители Совета Федерации, сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов. Отмечается, что утилизация золошлаковых отходов полезна не только с точки зрения экологии. Материалы можно использовать как источник дешевого сырья для производства строительных, дорожных и инертных материалов. Перед разработчиками поставлена задача обобщить местный опыт и опыт других регионов. Времени на это отведено до 1 октября. Свои предложения по решению проблемы накопления золошлаков Омская область должна будет представить в Совете Федерации. Облик города может потребовать серьезной работы над ошибками. В Омске проверят качество работы на территориях, благоустроенных в последние годы. Речь идет об объектах, которые преобразились по нацпроекту формирования комфортной городской среды. Масштабную проверку собираются провести специалисты мэрии. В состав комиссии войдут также представители подрядчиков и общественных организаций. В первую очередь проинспектируют парк «Зеленый остров», театральную площадь, улицу Бударина, скверы «Красная звезда» и «Рубиновая мечта». Особенное внимание уделят состоянию плиточного покрытия тротуаров, малых архитектурных форм, освещения и зеленых насаждений. Первые проверки начнутся уже в марте. Дефекты предстоит устранять подрядчикам, так как организации дают трехлетнюю гарантию. Развод едва не закончился похоронами. Омские силовики предотвратили заказное убийство. Мужчина планировал жестоко избавиться от ненавистной жены. Как уже установлено, подозреваемый не хотел делить совместно нажитое имущество с без пяти минут бывшей супругой. И к проблеме подошел радикально. Решил нанять киллера, который избавит его от жены и прочих трудностей бракоразводного процесса. Под видом исполнителя выступил оперативник уголовного розыска. Он встретился с заказчиком, получил аванс в размере 1 тысячи евро, а также данные о внешности, местонахождении, проживании и маршрутах следования супруги заказчика. А после подставной киллер встретился с подозреваемым лично и показал постановочные снимки. Смонтированные кадры подтверждали выполнение заказа. Но в момент передачи вознаграждения заказчик был задержан бойцами спецотряда «Гром». Следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное по найму. Теперь за попытку избавиться от жены, жадному омичу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Ветеранам помогут с уборкой снега, а старшеклассникам подскажут, куда пойти учиться. В Омской области сегодня проходит всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». Студенческие отряды ездят по районам области и оказывают шефскую помощь. Среди бойцов не только омичи, но и ребята с Донбасса. Денис Жарков провел один день со снежными десантниками. Ушки на макушке, лопаты в руках. В Кутузовке высадился снежный десант. Отряд медведей идет на помощь местным жителям. Сначала почистили от снега дорожки во дворе 97-летней бабушки. Сама она в больнице. После выписки ее ждет приятный сюрприз. Потом помогли бывшие сельскоучительницы. Женщина живет одна и самой работает лопатой тяжко. Мне как сказали, что придут я бегом. По-стариковски. Ну вот добежала. Спасибо, конечно. Работа у медведей спорится. Копают с шутками прибаутками. Успевают заодно и селфи сделать, и на горке покататься. Трудятся, пока не кончатся заявки от населения. Если требуется, расчищают от снега не только частные подворья, но и общественные пространства. Это шефская помощь. То, что помочь ветеранам, которые, ну, например, некому сейчас помогать, расчищать эти памятники. Если там школы, детские сады, детские площадки. В Шербакульский район студенты из отряда медведей ездят уже пятый год. Программа визитов в каждом селе расписана по сценарию. Сначала торжественная линейка и занятия в школе. С младшеклассниками проводят подвижные игры и мастер-классы по прикладному искусству. Для ребят постарше медведи подготовили лекцию о здоровом образе жизни, историческую викторину, урок профориентации. Дети, конечно, их очень ждут, они рады, потому что у нас сокращенные занятия. Студенты с старшеклассниками проводят беседы о поступлении в вузы. Конечно, им это интересно. Сейчас это у них на первом месте. После обеда по расписанию шефская помощь, товарищеские матчи в школьном спортзале и патриотический концерт. В отряде больше двух десятков человек. Есть и приезжие, а мячи называют их региональщиками из Барнаула и даже Донецка. Нашу организацию пригласили в Российскую Федерацию для проведения снежного десанта в различные регионы страны. И вот мы попали в Омскую область. Очень солнечный город. В целом нравится, очень тепло. Хотя мы думали, что будет холодно. Вот взяли очень много теплых вещей. Кроме теплых вещей, у каждого медведя свой спальный мешок. Берлогу обустраивают где придется. Романтика. Спим по возможности в классах, в школах, на полу, в спальниках. То есть у нас такие интересные условия. Это одна из фишек нашего отряда. Мы никогда не спим на кроватях, даже если нам предлагают. В Кутузовке студенты провели один день, а на следующее утро снова в дорогу. Сезон у снежных десантников продлится 10 дней. За это время им предстоит объехать 7 сел в Шербакульском районе. И в каждом отзывчивых медведей помнят, любят и ждут. В Омской области зафиксировали вспышку бешенства. В связи с этим сезон охоты на лис могут продлить. По данным Минприроды, с начала года в регионе выявлено уже 5 случаев опасной болезни. Большая часть зараженных животных именно лисы. Они наиболее активные переносчики вируса, которые к тому же представляют угрозу для домашних животных. Если распространение заболевания не приостановится, в министерстве могут принять решение о регулировании численности лис. И, соответственно, о дополнительной их добыче. Для того, чтобы принять решение о регулировании численности и разрешить добычу дополнительную в отдельных охотчих угодьях, будут проанализированы данные о численности этих лис. И, соответственно, приняты будут решения в случае превышения показателей максимальной численности или в случае выявления угрозы жизни и здоровью граждан. Данные о численности лис будут получены к концу марта, когда охотинспекторы региона завершат зимний маршрутный учет. На данный момент добыча этих животных открыта до 28 февраля. А решение о дополнительных квотах будет принято только в случае высокой опасности распространения бешенства в регионе. Великому писателю посвящается. В Омске сегодня почтут память Федора Михайловича Достоевского. 9 февраля исполняется 142 года со дня смерти классика. Амичи возложат цветы к памятнику писателя на улице Спартаковской. Церемония состоится в 2 часа дня. Ну а сразу после в Литературном музее пройдет программа, посвященная жизни и творчеству Достоевского. Здесь амичи смогут узнать о последних днях жизни классика, в версиях его смерти и памятных местах в Омске, связанных с именем Федора Михайловича. Одним из таких мест является и сам Литературный музей. Он занимает одно из старейших зданий города. Оно было построено в 1799 году для комендантов Омской крепости. Доподлинно известно, что в 1859 в нем побывал и сам Достоевский, в гостях у начальника крепости Алексея Деграве. Омский авангард на домашнем льду сегодня сыграет с московским ЦСКА. В этом сезоне соперники встречались лишь один раз. В конце ноября на выезде ястребы оказались сильнее со счетом 3-2. Тогда команде Кравца противостоял далеко не оптимальный состав армейцев. Ну а на сегодняшний день у них в списке травмированных лишь Даниил Юртайкин. У авангарда под вопросом участия в матче Виктора Светберга и Семена Чистякова. Защитники тренировались вместе с командой, однако окончательное решение останется за врачами. На прошлой неделе команда Федорова обеспечила себе выход в плей-офф, но последние два матча у ЦСКА не задались. Они уступили в овертаймах Борысу и Салавату. Впрочем, и Амичи дважды проиграли Амуру на выезде. Кому сегодня удастся прервать серию поражений, покажем в прямом эфире. Начало трансляции на 12-м канале в 19.20. В Омской области продолжаются отборочные соревнования к празднику Севера. В борьбу вступили лучшие биатлонисты и конькобежцы. А наши дзюдоисты стали триумфаторами первенства Сибири. Подробнее о самых актуальных событиях спортивной жизни региона расскажет Алексей Адариев. Муромцевский район вернул себе лидерство в сельском биатлоне. Финальные соревнования стреляющих лыжников за счет праздника Севера Нижняя Омка 2023 прошли в Таре. На турнир приехали представители 18 команд. В первый день в индивидуальной гонке лучшее соотношение стрельбы и скорости показал Александр Мамонтов из Сидельниковского района. Северянин промахнулся лишь один раз. У женщин не оказалось равных Олени Худорожковой из Муромцевского района. На следующий день состоялся спринт с двумя огневыми рубежами. Свой статус фаворита подтвердила муромчанка Худорожкова. На сей раз Олена допустила три промаха, что не помешало ей стать первой. У мужчин лучшим стал Ратмир Бариев из Саргатского района. В командном сочете лидерство спустя три года вернул Муромцевский район. На второе место впервые в истории поднялся Оконечниковский район. Совсем немного Оконечниковцам уступил Омский, который попал в тройку лучших впервые с 2002 года. Вслед за биатлонистами медали праздника Севера Нижняя Омка 2023 разыграли также конькобежцы. Турнир состоялся на ледовой площадке спорткомплекса «Красная звезда». В этом году за медали областного спортивно-культурного праздника боролись 52 спортсмена из 13 районов региона. В итоге почетный трофей за победу в командном первенстве в 21 раз. И при этом в 11 раз подряд выиграла сборная Тарского района. Второе место впервые в своей истории завоевала команда Исселькульского района. Замкнула призовую тройку сборная Большереченского района. В Омской области впервые в истории прошли первенство и чемпионат Сибирского федерального округа под Зюдо Ката. На этих стартах представители нашего региона завоевали первые места во всех дисциплинах Ката. Всего на счету нашей команды 14 медалей различного достоинства. По итогам окружных стартов будет определяться, кто из спортсменов сможет отправиться на чемпионат империумства России, который пройдут с 15 по 20 февраля в Московской области. Алексей Дареев, 12 канал. И последнее. Лишь четверть о мячей решаются просить прибавку к зарплате. Об этом говорят результаты исследования, которые провели аналитики. При этом недовольна своим заработком большая часть опрошенных. Но из-за стеснения или страха агрессивной реакции люди не обращаются с этим вопросом к начальству. Отмечу также, что в каждой пятой компании города сотрудников, которые пытаются уволиться, удерживают повышением зарплаты. Чаще всего это работники финансовой сферы, образования, IT и медицины. Добавлю, что самой высокооплачиваемой вакансией февраля в Омске является менеджер по закупкам. Специалисту предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч. На втором месте директор по персоналу в производственной компании. Замыкают тройку у железнодорожный мастер. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. РАДИО МОНТЕ КАРЛО Если радио, то максимум 105FM в Омске. Спонсор прогноза погоды в часе новостей ООО «Брокерская компания Бюро кредитных решений». Ваш надежный помощник в вопросах кредитования. Итак, сегодня 9 февраля в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем 15-17 градусов холода. В районах облачно. Дневная температура составит 18-19 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все новости. И до встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова